Привет всем, я Артём, аналитик больших данных в Мегафоне. И я тут сегодня, чтобы поговорить о кодировании категориалок. Я, как и многие из вас, в работе очень часто встречаюсь с обилием категориальных данных. И мне всегда хочется как-то достать из них побольше информации, отобрать переменные и потерять поменьше важного при этом, а также сравнить объекты по каким-то метрикам. Я думаю, вам это знакомо. Но как это всё удобнее делать, ведь это же категориальные признаки, у них же этот их характер. Поэтому сегодня я попробую вкратце рассказать вам о некоторых не совсем стандартных подходах в этом нелёгком деле, которые показались мне интересными и перспективными. А точнее о том, как можно применять некоторые методы обработки естественного языка, а также теорию вероятностей при кодировании категориальных признаков для успешного решения на них различных задач машинного обучения. Итак, рассмотрим модельную задачу, которую вы при желании можете транслировать на свои кейсы. У нас есть датасет, который полностью состоит из категориальных признаков. В данном случае использовались материалы одного из соревнований на Kaggle. Что же мы хотим и зачем, собственно, собрались? Мы хотим получить числовые признаки, полезные для решения задач Supervised Learning, классификация регрессии и Unsupervised Learning, кластеризация, визуализация, простейшие рекомендательные системы. Мы сможем заменить ими исходные и неудобные представления объектов, ну или дополнить такими признаками нашу базу кодировок. Простор для фантазии, главное, чтобы хватило времени на эксперименты. Также немного ограничим себя и не будем использовать информацию о таргете, только сами признаки. Качество полученных числовых векторов, которые в дальнейшем будем именовать векторными представлениями объектов или эмбеддингами, проверим на задачи классификации и посмотрим на метрику площади под кривой АУК-РОК, не забывая, конечно, и о времени инференса. Высокие значения метрики АУК-РОК на тесте будут, по-видимому, говорить о высокой информативности эмбеддингов. При этом для пущей объективности методы будем сравнивать по качеству как между собой, так и с несколькими обыденными методами обработки категориальных данных. Но возникает вопрос, а зачем пробовать что-то нестандартное, когда существует множество общепринятых методик обработки категориальных признаков? Вдруг искомые числовые векторы можно легко получить как-то стандартно, не напрягаясь? Для ответа на этот вопрос рассмотрим некоторые проблемы и особенности привычных подходов, которые препятствуют использованию получаемых с помощью них числовых векторов, если это вообще возможно, в качестве эмбеддингов объектов. Сначала оценим, наверное, самый известный метод — one-hot кодирования. Итак, во-первых, он создает большое количество бинарных признаков, особенно в случае большого количества категорий. А во-вторых, такие бинарные признаки не всегда хороши в качестве векторных представлений, что связано с нулями-единицами, из которых они стоят, а также с большой их размерностью. А мы знаем, что для больших векторов возникает проблема проклятия размерности. Есть еще некоторые более продвинутые техники, к примеру, хелмерт-кодинг. Тут ведь новые признаки уже более похожи на эмбеддинги. Но длительность работы данных методов на большом количестве категорий часто велика. Они могут даже падать по памяти. При этом в результате количество признаков даже очень-очень велико. Зачастись сказать, и к содержанию этих длинных векторов тоже есть вопросы. Только взгляните на эту ступенчатую структуру и обилие нулей. Теперь посмотрим в сторону кодирования целыми числами. Ведь кажется, что это те самые векторы, которые мы ищем. Но, во-первых, такое кодирование, как известно, привносит порядок, которого, возможно, и нет данных. Во-вторых, даже после кодирования значения не нормализованы и могут вносить разный вклад в векторные представления объектов, что тоже не очень хорошо. А что же до методик обработки встроены к такие мощные и модные алгоритмы, как LightGBM и CatBoost? Они ведь дают прекрасные результаты на различных метриках. Ответ прост. Здесь результаты сложно или даже невозможно вынуть из алгоритмов и потом использовать, к примеру, для задачи определения степени похожести объектов, а также для визуализации. Совершенно непонятно, как из них можно получить какие-то имбеддинги. Таким образом, наша задача становится весьма нестандартной, но интересной. Я предлагаю сегодня посмотреть в сторону следующих подходов. Кодирование на основе методик обработки естественного языка и кодирование с использованием элементов теории вероятностей. Окей. Я надеюсь, что мне удалось создать интригу этими немного громкими заголовками. И предлагаю рассмотреть каждый метод подробнее. Сначала взглянем на объекты, выраженные в категориальных переменах, как на тексты, а далее применим что-то из богатого арсенала NLP-методов. Вдруг получится что-то интересное. Первый метод, и самый простой в понимании, заключается в следующем. Давайте преобразуем каждый объект в строку определенного вида. Затем, рассматривая полученные строки как некоторые тексты, будем искать их тематические профили. В данном случае мы используем подход LSA, сущность которого заключается в матричном разложении. С такими профилями уже можно работать как с векторами. Они и будут нашими имбеддингами объектов. Какое же качество на нашей метрике дает данный подход? Для сравнения, тут еще указаны результаты классификации привычными методами. Можно заметить, что хоть мы и существенно сокращаем размерность признакового пространства по сравнению с OneHot кодированием, более чем на порядок. Качество же довольно высокое. Теперь данные векторы можно попытаться использовать для каких-то иных задач, к примеру, для визуализации, ну или как-то кластеризовать наши объекты. На картинке можно увидеть визуализации фрагмента нашего датасета, который мы закодировали рассмотренным методом. Хоть и каких-то ярко выраженных кластеров мы не видим, лишь только множество маленьких сгустков на левой картинке, но в данном случае интересует самовозможность применения наших векторных представлений для таких задач. Спойлер, более сложные методы все же покажут нам кластеры получше, но это чуть позже. Окей, получается, что даже такой простой в понимании подход может дать довольно неплохие результаты, при этом на выходе имеем имбеддинге довольно удобной, сравнительно небольшой размерности. Хочется отметить, что данный подход можно расширять за счет других методов NLP. К примеру, доставать из объектов n-граммы и skip-граммы, то есть несколько лучше учитывать взаимосвязь переменных. Можно выбирать между count-victorizer и tf-idf при формировании входа LSA. Также можно попробовать получать сами признаки на основе tf-идf, но это не совсем относится к имбеддингам, а просто иной вариант кодирования. К ограничениям подхода можно отнести большое время кодирования, связанное с особенностями работы алгоритмов тематического моделирования. Также открытым остается вопрос о потере части информации при обрезке и неравномерном распределении оставшейся между компонентами имбеддинга. Теперь перейдем к несколько более продвинутым подходам, которые тоже дают интересные результаты. Итак, обращу сразу ваше внимание, что в этом методе мы будем использовать вложенные циклы, пробегаться по парам переменных, а потом объединять результаты. При этом схема здесь для простоты показывает только обработку одной из таких пар. Во внешнем цикле будем группировать train-часть выборки по значениям каждой категориальной переменной. Назовем переменную, по значениям которой происходит группировка, groupKey. Во внутреннем цикле для каждой из остальных категориальных переменных, passiveKey, возьмем столбец со всеми значениями категорий в данной группе groupKey и объединим строку. Таким образом, для каждой пары groupKey-passiveKey имеем по строке на категорию groupKey. Потом полученные строки для данной пары кодируются с использованием count-victorizer. Получим разреженную матрицу большой размерности. Применим затем truncated SVD для уменьшения размерности до нужной. В результате для каждого groupKey будем получать векторы, состоящие из частей, относящихся к разным passiveKey. Размерность векторов можно подсчитать по формуле на слайде. Видно, что эта размерность зависит от количества категориальных переменных и количества компонент на выходе truncated SVD, но не от числа категорий каждой переменной. Этот момент один из ключевых, который нужно учитывать при выборе метода. Посмотрим на результаты тестирования данного подхода. Вроде несколько заковыристов понимания, но может метрики оправдывают наши труды? Итак, сразу отметим высокую скорость работы. Она намного выше, чем в предыдущем случае. По качеству на модельной задаче классификации имеем повышение на алгоритме LightGBM, но небольшую просадку на логистической регрессии, что, вероятно, связано со сравнительно высокой корреляцией компонент-векторов. Оба показателя качества сравнимы с результатами привычных подходов. При этом дополнительный подбор гиперпараметров мог бы добавить качества. В любом случае, в векторах сохранилось достаточно много информации из расходных переменных, что хорошо. Посмотрим на результаты визуализации объектов. Как я и обещал, заметны кластеры на левой картинке. При этом картина MDS изменилась, по-видимому, незначительно. Кластеры — это уже хорошо. Тоже как-то характеризует информативность. Пришло время промежуточных выводов. На что же здесь стоит обратить внимание? В качестве плюсов отметим высокую скорость кодирования, информативность имбеддингов, простор для улучшения нлп-части, гибкость в плане размерности полученных векторных представлений. Данный метод может сильно сократить размерность, по сравнению с ванхо-кодированием, при большой кардинальности признаков. К ограничениям метода можно отнести тот факт, что его стоит применять только для не очень большого количества категориальных признаков, среди которых много переменных с достаточно высокой кардинальностью. Это все потому, что размерность векторных представлений в соответствии с формулой на одном из предыдущих слайдов определяется размерностью исходного признакового пространства. Также могут возникать вопросы по поводу масштабирования компонент-векторов, а также проблемы из-за их корреляции. Теперь переключим внимание на то, как в деле получения векторных представлений объектов нам может помочь теория вероятностей. Окей, во-первых, так же, как и в предыдущем подходе, будем использовать вложенные циклы. Будем работать с каждой парой переменных, а потом объединять результаты. На схеме представлены порядок кодирования для одной такой пары. Во внешнем цикле сгруппируем train по значениям каждой категориальной переменной, group key. Во внутреннем цикле для каждой из остальных переменных, passive key, по категориям group key построим распределение по значениям, то есть сколько раз значения group key и passive key встречались вместе. Далее будем работать с этими условными распределениями и вычислять энтропии. В результате для каждого группки будем получать векторы, состоящие из энтропии распределения различных passive key. А размерность теперь зависит только от количества категориальных переменных. Она меньше, чем в предыдущем подходе. Посмотрим на метрики на модельной задачи. Итак, имеем сравнимую с предыдущим методом скорость работы, но по качеству небольшая просадка на обоих алгоритмах. Хотя эта просадка не так значима, учитывая сокращение размерности векторов в три раза, что является плюсом. Теперь посмотрим на визуализации. Видим, что на обеих картинках видны теперь кластеры, чего не было в предыдущих случаях. Вероятно, это связано с высокой информативностью эмбеддингов при сравнительно низкой их размерности. Традиционно. Перейдем же к промежуточным выводам. На самом деле, свои плюсы и минусы данный подход почти полностью наследует от предыдущего подхода. При этом дополнительным плюсом, очевидно, является сравнимое качество при сильно меньшей размерности эмбеддингов. К минусам же можно еще отнести меньшую гибкость, чем в рассмотренных ранее методах, ведь размерность фиксирована. Итак, что же мы сделали за время данной презентации? Не потратили ли мы драгоценное время впустую? Мы посмотрели на три метода, которые задействуют аппарат NLP и теорию вероятностей и позволяют получать неплохие векторные представления для объектов, состоящих в исходном виде только из категориальных переменных. Данные векторные представления могут помочь при решении широкого класса задач от классификации до построения рекомендательных систем. Для случаев с большим количеством категориальных переменных низкой кардинальности хорошим выбором может быть первый из рассмотренных подходов. Для остальных случаев полезными могут оказаться также другие рассмотренные методы. Напоследок я отмечу, что искать что-то новое и полезное можно не только там, где еще ничего не открыто, а еще и там, где сначала казалось, что открывать уже нечего. Спасибо за внимание и удачи в экспериментах! Продолжение следует...